МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известно, что еще до заключения Буринского договора 1727 года, в результате которого были определены границы между Российской империей и империей Цин, в которые входила современная Монголия, забайкальские буряты уже несли караульную службу на фактической границе между Российской империей и Китаем. В 1728 году при содействии графа Саввы Рагузинского был издан указ о выдаче семи селингинским и одиннадцати хоринским родам особых знамен за их прилежную службу. Таким образом, царское правительство предало уже существовавшим к тому времени небольшим бурятским отрядам значение воинских единиц по охране границы. Ну а мы расскажем и покажем вам один из самых необычных дацанов в Бурятии – Дерестуйский или «Атаган Дерестуйский», как его называют по документам. Раньше этот дацан назывался Джидинским. Тогда по площади он занимал половину нынешнего села Дерестуй. В нем было 16 дуганов. Мой собеседник сегодня – Ширида Лама от «Атаган Дерестуйского дацана» Жаргал Нарбоев. Жаргал Лама, расскажите, пожалуйста, когда появился ваш дацан? И какова история его возникновения? Наш дацан в 1749 году. То есть в прошлом году было 270 лет? 270 лет было. Да. И почему он здесь был образован? С чем это связано? Ну, потому что атаганы здесь жили вокруг. И вот этот дацан получается посередине нашего атаганского рода. То есть вокруг вашего дацана группировался вот такой казачий боевой род атаганов? Они жили и решили поставить посередине, чтобы никому обидно не было. Да, но уже тогда было запрограммировано или как-то так решено. Вот такая вот интересная архитектурная особенность вашего дацана – это единственный дацан в Бурятии, когда мы из алтаря можем пройти, из алтаря Сакчендугана можем пройти в Сахьюсендуган. Уже тогда как-то это было задумано так? Ну, это история мальчует. А то есть нет таких каких-то документов? Нет, документов нет. Но стены сохранились, и мы возвели, ну, как бы восстановили. А это стены родные. То есть они не были разрушены, они так и стояли во время даже Советского Союза? Да, да, да. В Советском Союзе сделали гараж, машино-тракторную станцию. Ну, как обычно, да. А стены сохранились. И в каком году был восстановлен дацан? В 2007 году, когда Бараде Лама, Швейт Ламой был, тогда был восстановлен Сахьюсендуган. А в 2014 году вот это Сакчендуган. Ну, он достаточно большой, это, наверное, такой вот, как раньше был, да? Да, да, да. То есть вмещал всех ваших прихожан. Да, все. Это в первоизданном. Я всегда удивляюсь тому, и Хамбул Аман меня поддерживает в этом удивлении, что джидинский район, вот джида, она дала, санхи дала нам всем, 4 дацана. И они были достаточно всесильные, были очень сильные ламы. Вот сколько у вас, например, было дуганов на территории? На территории нашего дацана имелось 16 дуганов. 16. Это очень много. В каждом, да, да. И ламы джидинские, они ведь тоже были сильные. Это же нужно было... Что значит сильные дацаны? Вот то, что говорит Хамбул Ама. На самом деле это значит, вот все эти прихожане, они должны были содержать эти дацаны, содержать этих лам. И кроме того, в джиде вообще много ученых лам было всегда. Например, в этом дацане были и габжу-ламы, и лхарамбы. Правильно? Правильно, правильно. И когда стали основывать агинский дацан и построили, возвели агинский дацан, ведь именно ринчин лама, шерета лама от агандаристуйского дацана был приглашен туда как почетный лама, который вел освящение. Да, освящение. Освящение агинского дацана, да, именно были с нашего дацана. Ну вот расскажите эту интересную историю. Как вы связаны... Название вашего дацана связано с названием агинского дацана. Ну, название нашего дацана – хундув дэчелин, а агинского дацана – дэчен хундулин. То есть поменяли местами слова. И, кроме того, Идам, который есть у вас, Дамдин или Хайгрива на санскрите, один из немногих бурятских дацанов, где есть этот Идам, потому что обычно Идам в Бурятии – это Имантака. И вдруг я с удивлением узнала, что здесь, в агандаристуйском дацане, этот Идам – Дамдин или Хайгрива. И этот же Идам есть и в агинском дацане. Да, да, да. Тоже вы им подарили? Получается так. А сейчас у вас сколько лам? Какая вот сейчас история действующего от агандаристуйского дацана? Сегодня у нас лам – шесть лам. Шесть лам? Да. Пять лам уже по восемь лет отучились. Ну, то есть уже имеют диплом. Да, 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 имеют диплом и здесь уже не практикуют. Но надо отметить, что главный он зад лама, главный запевал Иволгинского дацана – это ваш выходец, это Аюша Мункуев. У нас в Иволгинском дацане дарджа лама есть с баргой, и с арктолома – они преподаватели в буддийском институте. А вообще приход вашего дацана, вот мы сказали, что Даристуй, где, собственно говоря, и находится дацан. Баргой вы сейчас упомянули, Янхор, Боцей, Белозерск, Джеда. Ну, то есть достаточно большой приход. Спасибо большое. Даристуйский дацан Даристуйский дацан первым из бурятских дацанов стал почитать Сахьюсона, то есть защитника Жамсарана, одного из воинственных и сильных защитников. Жамсаран Сахьюсона получил от него Агинский дацан, и, по словам пандита Хамбуламы Дамбы Айшеева, несомненная заслуга от Аганды Ристуйского дацана в том, что восемь бурятских дацанов стали почитать Жамсаран Сахьюсона как своего гения-хранителя, в том числе и Иволгинский дацан, у которого два Сахьюсона – Балдан Хамо и Жамсаран. В Государственном архиве Республики Бурятия сохранилось множество документов, подтверждающих связь дацанов и бурятского казачества. Мы показываем вам лишь малую часть документов, находящихся в архиве. Большинство писем, отчетов и других деловых бумаг написано старомонгольской вертикальной письменностью. Тогда она была едина для бурятов и монголов, и ею владели все грамотные люди. Вот донесение Саржо Ламы о количестве лам. Здесь написано родовых штатных лам – 12, казачьих – 10, внештатных – 43, казачьих – 20. Всего 231 по ревизии 1832 года. А часть документов на русском языке. Например, письмо от 7 июля 1889 года полковника 1-го военного отдела забайкальского казачьего войска пандита Хамбуламе с просьбой сообщить, какие дни должны быть установлены для чествования ламаистских постоянных и переходящих праздников для освобождения казаков от занятий. Такие документы и обширная переписка с ламами говорят о том, как уважительно относились в армии к вероисповеданию казаков-нехристиан. К нашей беседе присоединяется Баир Бутоциренов, Шерета Лама, болтамурского казачьего дацана. Баир Лама, скажите, пожалуйста, как вообще возникла вот эта идея в 1764 году очень давно образовать казачьи дацаны или казачьи полки сначала, наверное? В 1764 году, 30 июня, в Сенате Российского государства был принят свод законов. В то время собирали всех инородцев и решали инородческие дела в Российской империи и собирали делегатов со всех инородцев. От наших бурятов поехал вот будущий пандит Дахамбалама первый, да, Дамодашзаяев и другие делегации. И там вот дали титул, да? Да, да, был как раз титул пандита Дахамбаламы. Он был делегатом, ему как бы доверили такой большой пост. И также вот был принят закон о создании четырех бурятских казачьих конных полков по 600 человек. И в этом же указе было написано, ну не дописано, а как бы если полностью его смотреть, на как бы истории вот создания четырех бурятских конных казачьих полков по 600 человек. И дальше было написано создание по-атагански, сартульски, цангольски, ашебагацки. Те, кто относятся к роду табангутов, все мужчины относятся к казакам, к казачьему сословию. Не освобождаются ни по социальному, ни по религиозному, ни по статусу и не по здоровью. Все как бы служат в казачестве. А их не женщины, дочери, жены также относятся к казачьему сословию. Если она вышла замуж не за казака, за любого, то дети от этого брака становятся мужчиной-казаками, а женщины, ну дочери, становятся казачками. И дети этих дочерей тоже становятся как бы казаками. За что так табангутов? Дело в том, что табангуты в то время составляли основную часть населения от Красноярска до Уламбатора. И они были воинственными, ну как бы самые воинственные. Ну не самые, но воинственные люди. И зная то, что вот на что опираться в казачестве, вот если бы не было такого, то это казачество, может быть, в будущем и не просуществовало бы. Но вот вы сказали 4 вот этих полка, а табангуты, они входили, да, в каждый из этих полков? Да, почти 8% были табангуты. Ну, если честно сказать, там, ну, мы говорим 80%, 100% как бы. Все были табангутами просто в те времена. Разделили парадамы, и получился вот Ашабагаты, Цонголы, Сартулы, Атаганы. Ну вот если посмотреть на старые-старые карты, там ведь, вот вы сказали, от нынешнего Красноярского края до нынешнего Улан-Батора, там даже эта вся территория, она была написана, табангуты проживают. Да, да. Госустройство было табангуты. Хорошо образовали вот такие большие полки, но почему они стали рядом с дацанами жить, присутствовать? И почему эти дацаны стали казачьими? В то время, как бы, вся жизнь на территории вот нынешней Бурятии, скажем, да, ну, этнической Бурятии, ну, была вокруг дацанов, потому что в центре были дацаны. Мы же кочевой народ, у нас не было таких, там, городов, там, сел, а вот дацаны, они были стационарные, ну, по большей части, потому что многие, ну, такие, как бы, святые места, там, они, как бы, статистические, да, ну, как бы, например, проявление там Ранжун Мани, да, он же, как бы, тоже на камне, да, он уже, как бы, на месте все время. Или там построили какое-то каменное здание, да, ну, служили, как сказать, религиозное, или что-то другое проявилось, да, религиозное, оно, как бы, становится на месте. И вокруг них формировались там центры религиозного, и они становились культурного, там. В то же время дацаны строились на пересечении крупных дорог, этих, ну, чайных путей, в основном, или на родовых святых местах. Вся жизнь была вокруг дацанов в то время. Вот эти, вот, соответственно, все казаки, буряты, они были буддистами? Да, все казаки были буддистами. Но в то время царская Россия, как бы, проводила политику крещения, да, и если казак становился крещеным, ему сразу, ну, имеется в виду инородец, да, давали, как бы, крестили, жену давали, там, жалования, повышения, деньги, служебное положение сразу, как бы, даже князья сразу повышались, да, статус сразу большой был. А буряты, не все же принимали крещение, они находились вокруг своих дацанов, но им тоже что-то давали? Почему буряты были буддистами, буддистские казаки были. Никто насильственно никого не крестил, вот, на территории Бурятии, потому что на территории Бурятии население было все равно больше местное. И если такое что-нибудь было бы, то оно быстро, как бы, это закончилось, ну, плачевно, как бы, скажем. Ну, вот вы сказали, что каждый такой полк был из 600 казаков, это же очень много, они одновременно все, ну, состояли на службе, или как-то они менялись, или как это было? Одновременно 600 человек никогда не уступало, потому что по тем временам 600 человек конников, это большое, как бы, грозное соединение. Они, конечно, там по возможности эти были, да, там когда-то 400, 500, а 600 залаживалось в бюджете российского государства, а каждого казака выделялась земля. Если у этого казака рождался сын, ну, в семье казака, а то ему тоже земельный. Вот на территории современной этнической Бурятии эти казаки охраняли границу, тогда была граница с Манчжурией. Натинской империей. Да. Что они делали, когда вдруг наступала вот война? Потому что есть же такая вот история про селингинский казачий полк, который входил в Париж в 1812 году. Они действительно должны были двигаться вот на столько километров по стране, чтобы участвовать в военных действиях. Вот война 1812 года, как бы, яркий пример, да, вот славные, как бы, вот забыли доблесть казаков-буддистов, да, вот Кутузов, когда отдавал Москву, он надеялся на одно, что вот замерзнутые реки, не было железной дороги, не было таких нормальных дорог, ну, перчерноземных, да, чтобы вот конники, казаки-буддисты, да, отсюда раскакали до Москвы. И когда вот замерзли реки, вот тогда передвижение было по рекам, ну, по льду, вот наши казаки вот доскакали, вот за два месяца они спокойно доскакали. Могли бы, конечно, и быстрее, но на трех конях за два месяца спокойно доскакали, и вот Париж. Что значит на трех конях? Ну, казаки... То есть они вот просто меняли, а эти шри отдыхали к лошади? Садились на одного коня, два запасных, ну, за собой, как бы, на поводке держали. И вот один конь устал, на второго, на третьего, ну, а один конь с этим, как бы, с оружием, да, ну, или с пищей, вот такая маленькая. И вот эта мобильность была. Они могли, природные, как бы, скакуны, они могли два-три месяца, не слезая с лошади, скакать. Ну, такого не было в других, как бы, странах. Во-первых, как бы, у нас климат, кочевой образ жизни, и вот степи, да, позволяют нам, ну, скакать день и ночь, как бы. А в других странах, где мало земли, там, ну, нет такой необходимости. И вот за счет того, что, вот, мобильные, как бы, конники, ну, и во-вторых, они были стрелками. В основном, они стреляли из лука. Лук бил 3-5 раз дольше обычного ружья, по тем временам. Стоил 10 раз дороже этого ружья. И он был, это, как сказать, выходил из строя меньше лук, ну, по тем временам. В будущем, как бы, перешли на обычное ружье, по тем временам, вот, лук стоил дороже. А потом, когда они возвращались, они вновь приходили в свои дацаны и как-то помогали дацанам. Вот, я все хочу уловить этот смысл, эту нить. Как они были связаны со своими дацанами? Почему эти дацаны сейчас называются казачьими? Ну, дело в том, что, вот, в соответствии с указом, да, вот, 1764-30 июня, вот, все это бамгуты стали казаками. Вот, Бултумурский дацан чисто, ну, родовой, да, вот, если там могут учиться скидаться, получается, все были там казаки, да. Ну, и все ламы автоматически стали казаками. А, ламы тоже стали казаками, да. Да, там никто не освобождался, ни ламы, ни наёны, ну, руководитель, да. А что делали ламы, вот, казаки? Их приписали казачьим вот этим всем полкам. Вот это как раз та история, когда хамбул Амай Тигилов из казачьего рода, и за него платили вот этот налог жители Ойбанта, да. Чтобы он не ушёл на службу. А как ламы служили? Они обычно служили лекарями, ну, вот, как лазареты, получается. Вот, например, казачья полка, там 600 человек, да, там 150 было штатных лам. Вот, я не знаю, вот они на все 600, ну, на все четыре полка, или каждым полком, может, по 150 было. Но они вот ездили все, на все войны, вот, ламы ездили. А вот знаменитая такая формула про православных казаков, православие, державность, народность. А, конечно, такой формулы не будет про казаков бурятских, буддистов. Вот это православие сразу исчезает. Но православные казаки, известно, что они целовали крест, когда давали клятву. И в некоторых книгах написано, что буддисты, так же, как и кавказские казаки, они целовали оружие. Вот это вы где-то встречали такое? Ну, само по себе, вот, я вот родился, да, в Киатинском районе. Мои, как бы, вот, род, да, все казаки были. Я здесь просто, ну, вот эти рассказы, да, что казачьи, даже у нас эти сундуки хранились, где вот, ну, а дедушка казачья была там, дедушка казак, умер в 73-м году, но я не застал его там, год-два, но он не отказывался от казачества, ну, жил там, ну, на заимках. Меня всегда интересовало, да, вот, ну, русские казаки, понятно, да, православные, что казак без веры, не казак, да. Потом я начал интересоваться, ну, более глубоко, в общем, слово казак, да, вот вы, ну, говорите, традиция обычая русского казачества, да, православного. Я, ну, все говорили, что вот слово казак из тюркского происхождения одинокий всадник, да. Потом я дальше начал более глубоко, ну, говорили бродники были первыми казаками, и, в общем, а мне всегда 10 говорили казак, это, ну, хасыг. Ну, по-могольски это называется хасыг. Хасыг это, и кто знает, если, ну, родной язык, да, в-могольске, да, то это получается, если, например, мясо режем, часть, это хасыг, да, или там, например, что-то общее, там вещи делим, да, или что-то, ну, отдельное, да, когда человек именно конкретно его отделяет, отдельная часть – это хасыг. Ну, это хасыг назывался казак. Спасибо вам большое за такой интересный рассказ, спасибо за то, что вы делаете такую большую работу. В наше время возрождаются не только буддийские храмы. Идет восстановление всего того, что было вокруг них, в том числе и бурятского казачества, объединяющегося вокруг дацанов и поддерживающего их. Открыт и действует табангут и чотуйский дацан. Бултамурский дацан помогает восстанавливать его прихожане-казаки. Орангойское казачество помогало в изведении дворца Будды Ваджратхары – Ачирдари. Казаки встречаются между собой, и часто местом сбора является еще один дацан – Ацайский, сейчас нам больше известный, как дворец Белой Тары, божества, эманацией которого с 1766 года буддисты называли императриц Елизавету Петровну и Екатерину Великую и далее всех императоров вплоть до Николая II. Это необыкновенное место выбрал для своего ухода в Паринирвану первый пандида Хамбулама Дамбадаржа Заяев. Сейчас оно, по меткому выражению действующего главы буддистов России Дамбы Аюшеева, как буддийский космодром принимает у себя в том числе и десанты, набирающего силу бурятского казачества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова